Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы исповедуем нашу веру в Церковь, Единую, Святую, Апостольскую, Соборную. Церковь свята не потому, что ее составляют святые люди, а потому, что Свят Господь Бог, и Господь Бог делится Своей святостью с людьми. Церковь одна, потому что один Христос. Но Христос Бог не ограничен ни пространством, ни временем. И Церковь Соборная, она включает в себя всех истинно верующих, всех народов и всех времен. Церковь объединяет ближнее и дальнее, прошлое, настоящее и даже будущее, потому что Церковь ожидает второго Христова пришествия. И, наконец, наша Церковь апостольская, потому что именно трудами своих ближайших учеников Христос Бог, первосвященник, созидал на земле нашу Церковь. А двух из апостолов, Петра и Павла, которых мы сегодня прославляем, мы называем первоверховными. Апостол Петр был простым рабаком, апостол Павел ученым мужем, фрисеем. Два разных человека, две совсем разные духовные истории. Петра Господь избрал идти вслед за собой во время своего земного служения. И Петр, первый из учеников, на вопрос Христа Спасителя, «А вы, за кого почитаете меня?» отвечал, «Ты Христос, Сын живого Бога». И тогда Господь на это исповедование веры дал обещание, что на этом камне, на камне, как исповедование Сына Божьего Христом, будет строиться его Церковь. А апостол Павел в одни земного Христа служения Спасителя не видел его, а потом стал гнать Христовых учеников. Но ему явился сам воскресший Христос Бог, и тогда Павел всю свою дальнейшую жизнь посвятил служению Спасителю. И по собственному слову Павла, он более других потрудился во благовестии Христа. Из 27 книг Нового Завета 14 предлежат его имени. И вот два таких разных человека обладали одной верой, одной надеждой, одной любовью. Верой во Христа Спасителя, надеждой на Него и любовью к Нему. И действительно, Христос Бог и должен быть в центре всей нашей духовной жизни. Мы приходим в Церковь именно для того, чтобы быть со Христом, чтобы Его прославлять, обращаться к Нему с молитвой, и, наконец, участвовать в церковных таинствах, дерзать стать причастниками Христа в таинстве святого причащения. Если же человек приходит в храм, потому что ему нужно принадлежать к какой-то социальной группе, в Церкви он просто хорошо, он ищет душевную помощь, или ему нравится батюшка, как другим нравятся футболисты или актеры, тогда, конечно, человек в скором времени может Церковь покинуть, так и не понять, что в Церкви главное. А главное, еще раз повторюсь, это Сам Христос Бог. И поэтому понимание о Церкви, учение о Церкви важно, особенно сейчас, когда многие люди вокруг нас, да большинство, думают, что Церковь – это какая-то административная организация, Церковь – это какой-то бизнес-проект, это кабинет по предоставлению так называемых духовных услуг. А Церковь, по слову апостола Павла, – это Сам Христос, тело Его и полнота Духа Святого, полнота наполняющего все. Церковь имеет божественное измерение, потому что Церковь – это Сам Христос, Который пребывает среди людей. И Церковь имеет человеческое измерение. Это уже мы – самые обычные грешные люди, которые в Церкви призваны к немыслимой высоте, стать причастниками живого Бога и стать, по слову апостола Павла, согражданами всех святых. Вот какую любовь даровал нам Бог, созидающий на земле трудами своих святых, начиная с апостола, свою Церковь, для того, чтобы мы не умерли, но, по слову Иоанна Богослова, имели жизнь вечную. А вечная жизнь – это и есть познание Христа, соединение со Христом, пребывание в Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Абий! Священная и Неборожная, Владычица Всепетая, Троте небес, а не небесная.